Интерьер для слабовидящих, мебель-трансформер, парящая над землей доска, как в фильме «Назад в будущее». Все это можно реализовать уже сейчас. Проекты готовы, нужны лишь заинтересованные люди. Сегодня в картинной галереи открылась выставка работ преподавателей и студентов кафедры инновационного дизайна НГПУ. Как появлялись на свет эти задумки для преображения дома, гардероба или даже города в целом, узнала наша съемочная группа. Малый зал картинной галереи заполнили проекты, созданные их авторами в течение последних лет. Кафедра инновационного дизайна работает девятый год и многие идеи уже воплощены в жизнь. Эта выставка призвана познакомить жителей с работой кафедры, найти заинтересованных лиц в их реализации и стать неким опытом для студентов. Это попытка сравнить себя, можно сказать, с другими, наверное. То есть ты смотришь на свой уровень, на чьей-то другой и стараешься, больше стараешься саморазвиваться, самореализовываться. И моя работа – это дизайн концентрированных соков «Рагнарёк». Барные соки, на них представлены хитонические чудовища, мифологические, скандинавские. Это бионическая практика, выполнена в стиле бионики. Подача была в том, что мы выбираем любое животное и делаем из этого архитектурный какой-нибудь объект. Студенты и преподаватели предлагают здесь различные идеи. Например, расширить Свято-Вознесенский собор со стороны парадной гостевой площади, создать остановочные павильоны-гармошка, изменить интерьер городской библиотеки и внедрить необычные зоны отдыха. Работы можно увидеть до 19 февраля. Ищутся всё время инновационные подходы, инновационные какие-то решения. То есть всё время находиться на стрие нового, на стрие тренда в дизайне, архитектуре – это наша задача и цель. Именно наша кафедра явилась инициатором такого проекта, как «Город, ощущающий реку», потому что мы все знаем, что наш город достаточно хорошо отрезан от реки. Некоторые идеи студентов педагогического университета были реализованы при благоустройстве набережной Тукая. На этой выставке также много дизайн-проектов, которые посвящены его реконструкции. Студенты рассчитывают на то, что их работы будут замечены, ведь уже этой весной благоустройство набережной продолжится. Ландыш Капранова, Эльнар Мустафин, Челны, 24.